Сегодня развитие получила ситуация с уплотнительной застройкой в северо-западном районе Чебоксар, о которой мы рассказывали в прошлом выпуске. С жителями, недовольными планами строителей, встретились руководители республики и города. Коротко о ситуации. Жители двух домов под номером 13 на стыке улиц Ахазова и Ильгера опасаются, что вместо зеленого сквера, который прошлой осенью благоустроили по федеральной программе о формировании комфортной городской среды при их финансовом участии, вырастет многоэтажка с подземным гаражом. Такие планы имеет компания «Строман Китер», которая еще в 2007 году арендовала этот участок. В минувшее воскресенье жители провели экстренное совещание и собрали подписи против строительства. И они дошли до адресата. В чем вашего понимания? Единственная надежда только на вас осталась. Я помню, эти обращения еще в 2015 году были, соответственно. Вы приостанавливали по-разному? Я там получил сейчас новые обращения ваши? Да, да. 545, там не чуть ли подписи. Соответственно, с городскими властями выясняли, соответственно, там разрешение на строительство на сегодняшний день. Они окончательно не получили, да? Нет. Разрешение еще не получено, однако расторгнуть договор аренды земли в одностороннем порядке у администрации Чебоксар не получилось. Суд принял в сторону арендатора. На сегодняшний день у компании есть земельный участок. По строительству квартирного дома есть экспертиза, есть соответствующие все документы. Но, как мы видим, жители категорически против, не хотят. Поэтому мы просим застройщика сегодня отозвать документы для получения разрешения на строительство. С целью найти какой-то компромисс, взаимодействие, альтернативу по предоставлению земельного участка в другом месте. Оказалось, что директор строительно-монтажной компании, который все это время неприметно стоял в толпе, к поискам компромисса готов. Если все-таки город представит другой участок, пойдете на такое рассмотрение? Ну, почему же нет? Потому что решение все равно будет вырабатываться главой, мы не будем сопротивляться. Конечно, мы будем сейчас вместе с вами защищать право жителей, прежде всего, многоплативных жителей. Вместе с вами! Еще одна проблемная точка – пятачок земли между 27-й Чебоксарской школой и детским садом номер 85. Там другая строительная компания выкупила бывшее здание теплицы и тоже хочет построить дом. Правда, площади на это не хватает, и компания хочет получить дополнительные метры земли. Объективно оттеневая, вот 1162 квадратов, дальше ни одного метра здесь не будет. Ни вправо, ни влево. Никаких решений нет. Он даже теоретический застройщик. Сегодня не может претендовать на строительство. Для строительства жилья места в городе достаточно, озвучил позицию республиканских и городских властей Михаил Игнатьев. Для того, чтобы дать возможность строителям строить новые микрорайоны, мы более чем 2000 гектаров земель сельхозназначения перевели. Это, я говорю, для сведений, для учета. Надо учитывать, прежде всего, интересы граждан и защищать право граждан. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.